Ударил пенсионерку топором по голове. В деревне Кочегары Аханского городского округа в дачный дом 66-летней женщины порвался на летчик и потребовал у нее деньги. Напуганная дачница отдала ему 600 рублей, все что у нее было. Но на этом злодейства не прекратились. Ну как она купила, два или три года тому назад этот участок. Хороший человек, старательная женщина, очень старательная, тоже общительная. Все занималась садом, огородом. Все Кочегары в шоке. Жители деревни очень жалеют пострадавшую соседку дачницу. Налетчик вломился в ее домик без спроса, напугал, отобрал деньги. А затем ударил пожилую женщину топором по голове. Но и это еще не все. Отморозок заставил раненую пенсионерку отвезти его до трассы на ее личном автомобиле. Истекающая кровью дачница довезла его до лесополосы. Там грабитель ее высадил, а сам скрылся на ее машине. Раненая добралась до дома и сообщила о случившемся в полицию. На место происшествия незамедлительно была направлена следственная оперативная группа, а также ориентированы наружные наряды ДПС и ППС. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Он был задержан. Пенсионерку госпитализировали с травмами головы. Налетчиком оказался ранее неоднократно судимый 58-летний житель Аханского района. Рецидивист так и не смог внятно объяснить, зачем он это сделал. В нескольких километрах от Аханска полицейские обнаружили обгоревший автомобиль потерпевший. Мужчина совершил на нем ДТП, бросил в лесополосе и поджег, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», совершенной с незаконным проникновением в жилище. Налетчик арестован. Решается вопрос о возбуждении дополнительных уголовных дел за угон и умышленное уничтожение имущества. Арестованному грозит до 12 лет лишения свободы. Женщина госпитализирована. Угрозы ее жизни и здоровью сейчас нет. Олег Романов, Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей. Местный фантомас не унимается. Мы уже не раз рассказывали о странном гражданине, который буквально терроризирует пермскую семью. Сначала он являлся в один из домов в Мотовилихе, где живет его бывшая сожительница. По словам ее соседей, мужчина выбивал им двери, рисовал в подъезде, бил окна, портил установленную у квартиры камеру видеонаблюдения и совершал другие пакости. На этот раз, по информации портала 59.ру, буйный воздыхатель ворвался на территорию одной из пермских школ. Инцидент произошел, когда женщина вела дочь на занятия. Досталось и маме с ребенком, и пожилому отцу. Ехал рядом с нами на машине и выкрикивал оскорбления и угрозы. У школы он вышел и побежал за нами. Прямо на территории школы достал из кармана какой-то предмет и стал целиться в меня. Я рассмотрела, что это водяной детский пистолет. Он стал обстреливать меня зеленкой, залил всю одежду. Отец бросился между нами, чтобы меня защитить. Все это происходило на глазах детей, идущих в школу. Как сообщили в региональном главке МВД, после инцидента пострадавшие руководство школы подали заявление в Мотовелихинский отдел полиции. Проводится проверка. Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором мужчина поднимается по лестнице в подъезде в образе привидения, прикрываясь пододеяльником. После того, как видео разлетелось по сети, затейник и получил прозвище Фантомас. Он и его жертвы уже побывали на Первом канале, где рассказали историю своего противостояния. Преследует нас каждый день. Он ничего не боится. Но боимся мы. Поэтому никогда из дома в течение полутора лет мы не выходим без перцового баллончика и отвертки. Год назад залез на дерево и из рогатки стрелял по нашим окнам. Почувствовал, что это очень хорошая женщина, и решил находиться с ней рядом. Какого черта вы ее полтора года преследовали? Она решила со мной расстаться, она решила меня кинуть. На программе мужчина пообещал, что больше так не будет. Но вскоре вновь начал преследование. По поводу регулярных визитов и учиненных погромов, Пермячка также писала заявление в правоохранительные органы. По словам женщины, их накопилось не менее сорока. Фантомас из Мотовелихи неоднократно привлекался к административной ответственности. Но все не унимается. Юлия Алеева, Татьяна Жданова, Телевизионная служба новостей. И в радости, и в горе. В редакцию Телевизионной службы новостей обратились неравнодушные люди, которые сообщили о пожилой паре, которая на протяжении уже нескольких дней сидит на остановке и ночует там. При этом синоптики предупреждают о заморозках. Как пенсионеры оказались на улице и почему правоохранительные органы и социальные службы не могут помочь старикам, выясняла Екатерина Леонова. Пенсионерка рассказывает, выгнал внук. Так Елена Корягина со своим гражданским мужем Сергеем оказались и на улице. Пошли искать угол в социальную гостиницу, где и прожили несколько месяцев. Но срок пребывания подошел к концу. Женщине предложили остаться. А вот ее спутника жизни попросили освободить место. Но бросить человека, с которым прожила уже 20 лет, Елена не смогла. Я Сережу одного не оставлю. Он меня никогда не бросал, я его тоже не бросаю. Пусть будет плохо, так будет. Умирать будет, умирать будет. Так они и стали жителями остановки Баумана в индустриальном районе. Сергей весь день в поисках хоть каких-то денег и еды. А Елена его ждет, сидя на остановке. Днем терпимо, а вот ночью холодно, рассказывает женщина. Спасает горячий чай, если таковой удается купить. И одеяло. Если компетентные органы не помогут им вернуть право на комнату, придется выживать самим, говорят старики. Сейчас пожилая пара очень ждет своих очередных пенсий и так называемой путинской единоразовой выплаты. На эти деньги планируют снять комнату. Больше им надеяться не на кого. Кто мне поможет? К кому обращаться? Мне бы хотелось бы обратно сюда. Малко. Суседи там все хорошие. Я там 10 лет прожила, там меня все знают. Просим считать этот сюжет обращением во все профильные организации. Необходимо, чтобы на судьбу этих стариков обратили внимание социальные службы, опытные юристы и правоохранители. Как минимум провели проверку и выяснили, кто и почему выгнал пенсионеров из единственного жилья. Ну и, конечно, помогли восстановить справедливость. Чтобы эта остановка не стала конечным пунктом их жизни. Екатерина Леонова, Сергей Климов, телевизионная служба новостей. Пермские общественные организации в поисках крыш. Вслед за благотворительным фондом Дед Морозим, Центр помощи территории Передышки объявил о том, что ищет новое помещение. В нынешнем, по словам активистов, стало тесно. И создавать комфортные условия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, все сложнее. Пермяков просит помочь найти для НКО новый дом. За эти годы наша команда выросла. Нам пришлось снять отдельное помещение для склада и офиса. Но оказалось, что в двух помещениях мы чувствуем себя, как змея, разделенная пополам. Кроме того, мы страшно мечтаем выбраться из цоколя, чтобы у нас были большие окна и много света. А людям, которым трудно передвигаться, не нужно было бы преодолевать все эти ступени. Мы хотим, чтобы наши посетители видели, что пришли в красивое, комфортное и светлое место. И, несмотря на все, что им пришлось пережить, здесь к ним относятся как к людям. Требования к помещению следующие. Площадь от 150 до 300 квадратных метров. Возможность оборудовать входную группу для маломобильных. Вход в центр не должен совпадать со входом в подъезд или другие организации. Два выхода. Возможность обустроить душевую. Арендная плата не более 65 тысяч рублей в месяц. Волонтеры готовы рассмотреть и цокольный этаж, но только с окнами и высокими потолками. Ремонт готовы сделать сами. Территория передышки. Напомним, это дневной центр, где нуждающиеся могут бесплатно принять душ, постирать и взять вещи, средства гигиены, выпить чай. Там же организована помощь психолога, юриста и соцработника. Центр работает в Перми с 2018 года на цокольном этаже дома Полуначарского 130. Отметим, что новое помещение также ищет Пермский благотворительный фонд «Дед Морозим». Экологично и практично Пермь присоединилась к Всероссийскому субботнику. Акция проводится в сентябре по всей стране. В ее рамках каждый желающий может проявить инициативу и поспособствовать улучшению экологической ситуации. По-своему это сделала Пермская краевая детская клиническая больница. В этой тележке диагностические рентгеновские снимки. Их сделали во время лечения юных пациентов Краевой детской клинической больницы. Всего в нескольких коробках 70 килограммов термопленки. У нее сложный химический состав, поэтому выкинуть ее в обычный мусорный контейнер нельзя. Утилизировать снимки можно, отправив на вторичную переработку. В нашей больнице уже много лет реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на сбережение экологии. И вот сегодня провели еще такую небольшую, но считаю важную акцию по инициативе наших врачей-рентгенологов, у которых накопилось за определенный период порядка 70 килограмм рентген-пленки. Мы эту рентген-пленку сегодня при помощи волонтеров отправили на переработку. Из Пермской больницы термопленка поедет в Екатеринбург. Помощь в доставке груза медикам оказал проект «Экотакси». Сырье, которое я сегодня забрал, оно также поедет на переработку на завод. И там уже из него извлекут какую-то часть отходов полезных, которые потом в дальнейшем пойдут на переработку в новые изделия. То есть это будет гранула, и она пойдет уже в добавку к каким-то новым вещам. По словам Андрея, сегодня каждый пермяк может повлиять на улучшение экологической ситуации, начиная с раздельного сбора мусора у себя дома и заканчивая участием в регулярных эко-акциях. К примеру, 21 сентября в Перми пройдет эко-квест «Чистые игры. Всемирный день чистоты». Командные соревнования по сбору и сортировке мусора будут организованы в микрорайоне Парковый на берегу реки Мулянка. Международный фестиваль уличных театров «Флюгер» развернется в эти выходные 11 и 12 сентября на Эспланаде. Мероприятие бесплатное, но пустят на него лишь тех, кто сможет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за три дня до фестиваля, или сертификат о вакцинации. В программе «Флюгера» пластические и кукольные спектакли, перформансы, пантомимы, спектакли, променады, интерактивные площадки. Старт в субботу в 12.00. Откроется фестиваль «Шествие участников». Зрители увидят работы как пермских артистов, так и гостей из других городов России и стран Европы, заявил худрук фестиваля Андрей Кислицын. Это, например, коллектив «Королевский жираф» из Эстонии. Из Москвы приедут «Высокие братья», эскизы в пространстве и «Черный квадрат». Из Санкт-Петербурга «Аспект эры» театр «Русир». Местные коллективы представят артисты театров «Туки-Луки», «Карабаска», «Игры пламени» и «Живые статуи Кустодес». Программа фестиваля опубликована на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры centerprojects.ru. Онлайн-трансляция будет организована на YouTube-канале Министерства культуры Пермского края. Летающая машина своими руками. Прикамский авиаконструктор без образования Илья Шестаков строит необычный летательный аппарат, сообщает портал 59.ru. Уникальное изобретение, потому что это что-то среднее между самолетом и автомобилем. Транспортное средство он мастерит буквально из подручных материалов. Как невозможное стало реальным, расскажет Дмитрий Гаврилов. Мечтать не вредно, уверен Илья Шестаков. Долгие годы он желал одного – самому подняться в небо. И, возможно, скоро все получится. И авиаконструктор-самоучка будет бороздить воздушное пространство над родными просторами. Строить модели самолетов я начал со старших классов школы. Зарядил меня авиацией папа. В конечном итоге это вылилось, что я начал строить пилотируемые самолеты. До этого, конечно, были сперва бумажные модели, потом радиоуправляемые модели, и потом уже полноразмерные. Воплощать проект в жизнь умелец начал несколько месяцев назад. Сначала модель начертил на бумаге, потом спроектировал в компьютерной программе. А позже началось тестирование. Пришлось создать множество прототипов. В общем, путь к мечте был непрост. В итоге получилось собрать вот такую сверхлегкую машину. Конструкция самолета максимально простая из доступных материалов. Такой самолет при желании может построить каждый. Самолет легко состоит из каркаса. К каркасу уже крепятся крылья, хвостовая балка. Здесь панель управления. Каркас собран из профильных алюминиевых труб. Весь самолет можно сложить в ящик глубиной и шириной чуть больше метра. И его стоило около полуметра. Умелец позиционирует свое изобретение как летающий автомобиль. Назвал его самолет легко. В основе две боковины и трубы, сиденья, колеса, электроника, панель управления. Детали заказывает в Китае, покупает в строительных магазинах или мастерит сам. Стоимость материалов около 150 тысяч рублей. Самолет легко почти достроен. Идут испытания. Взлететь летчик-самоучка планирует в ближайшие месяцы. Если я бы не верил, что он взлетит, я бы не начал его строить. В будущем Илья мечтает заняться серийным производством легких самолетов, чтобы сделать авиацию доступней. Дмитрий Гаврилов, Телевизионная служба новостей.